Доклада «Вик и мифологизация в дракимианской традиции». Ну, тема специфическая. На самом деле, будем говорить о чёрной магии, вернее, о постмодернистских иках «Чёрной магии», которые популярны сейчас на Западе. Но опять же разберёмся с определением. Под временем мифологизации принимается процесс зарождения мифологического сознания в культурах, претворяющих живую связь мифологии. Ну, в контексте стратегии, конечно, мы будем говорить только про римфологизацию в контексте дракимианской традиции. А дракимианская традиция – это, по определению создателя, вдохновителя Томаса Карлсона, инициативический и магический путь, вдохновлённый символизмом, полученным от мифологических драконов и змей. Это старая мировая традиция, относящаяся к первым цивилизациям и тем религиозным верованиям, в которых лежалостные боги, духи, чудовища и звери, представляли понятия тьмы, хаоса или неизвестных. По этой причине с дракимианским путём можно работать через различные культурные традиции и религиозные парадии. Такими, например, как египетские знания, фельдские легенды, скандинавская мифология, и религиозные парадии. Таким образом, можно сказать, что в контексте драконианской традиции поощряются исследования в области сравнительного религиовидения. На поверхности я выделяю три влияния предыдущих исторических школ, которые помогли сформироваться и задать дискурсы драконианской традиции. Это, в первую очередь, традиционализм Эволы, влияние взглядов Юлиуса Эвола на отношения последователей драконианской традиции к мифологии и религии, и вообще к мировоззренческой самоидентификации. Оно, на самом деле, достаточно просто устанавливается, достаточно сказать, что сам Карлсон приводит. Цитата из Эвола, например, он пишет, что вот Эвола в книге «Йога Могущества» пишет следующее. Есть значимое различие между двумя танкорическими путями. Того, что правой руки, и того, что левой руки. Хотя оба они подпокровительством шли. В первом, Адеп всегда чувствовал, что есть нечто выше его, даже на самых высоких ступенях в реализации. Во втором, он становился предельным властителем. Вот это вот такая цитата. И это знаковая цитата для драконианской традиции, потому что вот на этом устроится, можно сказать, отношение адепта этой традиции с миром. То есть предполагается, что существует два пути. Путь правой руки и путь левой руки. Ну, проще говоря, путь левой руки – это драконианская традиция. И вообще любые традиции, в которых главной целью адепта становится трансформация путем практик внутренней алхимии в божественное существо. То есть становление полноценным богом. А путь правой руки – это все, что относится к белой марке, и все, что относится к религиозному пути растворения соединения с абсолютным мистическим соединениями. То есть можно сказать, что Томас Харлсон просто эксплицировал разделение его Эволы на пархмонический путь и путь чакры. Применял их вот таким образом. Но даже когда он не цитирует Эволу, он, в общем-то, дословно воспроизводит его логику рассуждений. То есть тут важно оговориться, вот те мифологические концепты, которые разбираются с точки зрения даконианской традиции, они понимаются не как мечта отвлеченная, а как, возможно, иносказательная, но все-таки описание тех макрокосмических процессов, которые когда-то имели место быть в реальности. И анализируя грехопадение, а грехопадение занимает центральное место в даконианской мифологии, он, как и Эвол, отталкивается от этого места в Библии и сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простерванного руки своей, не взял также древо жизни, не впустил и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. То есть предполагается, что змей, который как бы искушал Еву, предлагая ей сорвать плод с древа познания добра и зла, не отрицательный персонаж, а положительный персонаж по своему уровню воздействия на человеческую историю сравнимый с Каметеем. Потому что он на самом деле не обманул человека, и станете как Боги, а просто показал путь человеку. Но человек не успел вкусить, он успел вкусить от древа познание, но не успел вкусить от древа жизни, потому что вот этот вот тиран Демиорг, он увидел, сбунтовался и выслал человека за пределы. И тут за пределы вот этой высшей реальности. И тут напрашивается второе влияние, влияние мистицизма. И опять же, Камас Карлсон прямо говорит, что да, мистицизм является одной из тех традиций, которые повлияют на драконьянцева. В частности, это мистицизм афитов, где змей является агентом софии нудрости, да, и мистицизм каинитов. То есть, когда Каиму делавили и тем самым нарушил запрет, он совершил не злой поступок, хотя так может показаться с точки зрения профанной морали, а поступок благой. Он показал, опять же, путь, через который можно уйти от рабского ема, который на человечество надежно нарисовал этот Демиорг. Ну и третье влияние, это влияние Каббалу. Прежде всего, конечно, это герметическая Каббала, если точнее, это даже Каббала Кроуэля, его последователей. И Каббала здесь выступает как методологическая база, то есть, как набор инструментария. Предполагается, что то, что в мифе было описано как грехопадение, в каббалистической интерпретации является следствием разбедения сосудов, которое объясняется либо воздействием неуравновешенной сферы ядера, либо воздействием неуравновешенной сферы знаний, которая находится между первой и мельцовым коронам Китая и цифрой. В любом случае, то, что мы понимаем как изгнание из рая, было разведением сосудов, после чего первоначальная древо влачизни поменяла свою форму, приняла ту форму, которую имеет сейчас. И что нужно сделать, какие пути вообще есть выхода из вот этой ситуации, нашего пребывания в материальном мире. В рамках даканьянской традиции подразумевается два таких пути. Это путь поднятия своего естества с сферы Малькут до сферы Кетер, то есть путь соединения с божеством путем какого-то мистического экстаза. Путь мистики, путь правой руки. Но этот путь не подходит даканьянской традиции, вместо этого предполагается, что нужно выстроить, продвигаться по собственному древу познания, древу жизни. Нужно выстроить собственное древо жизни, клипатическое древо, состоит из вот этих платоскопов, которые появились в момент распределения. И таким образом, поскольку у нас уже есть доступ к познанию добра и зла, мы выстроить вот это древо и продвинуться по нему, обретем и в какой-то мере бессмертие. Ну и какие влияния мифологические влияния? То есть какие мифологические влияния здесь ремфологизируются, возрождается, можно сказать. Это в первую очередь иудео-христианская самая сильная традиция. То есть мы уже поговорили о падении человека. Также важную роль играет в дракунианской традиции фигура Люцифера, которое вот прям амбивалентное существо, с одной стороны демоническое, но с другой стороны существо, пропитанное светом высшей мудростью. И опять же, как Эрол сравнивает Люцифера с Паментеем, точно так же его сравнивают и Томас Карлсон, и Асенатор Мейсона, и другие авторы дракунианской традиции. И, конечно, это легенда о Сингязе и Казазе, или Эмфилимах из книги Йенаха. Анализируя эту легенду, Карлсон пишет, что вот смотрите, что плохого произошло. На самом-то деле, вот эти вот ангелы, которые отказались слушать ироничного невменяемого демиорга и спустились на наш план бытия, они же дали нам культуру, они дали нам цивилизацию, дали нам медицину, дали нам религию, магию. Все это многообразие культурных достижений, которые мы имеем, мы имеем только благодаря вот этому вот сошествию ангелов. Ну а по поводу Люцифера, Асенат Мейсон пишет, Люцифера рассматривается как темный посвящающий, дух гордости и бунта, темный владыка, руководящий ритуалами черной магии, познаниями, запретных желаний, владящих посвящению этой от меры рутины и мирских обязательств. Второе влияние мифологическое, то есть второй пример прием мифологизации – это политеизм. Мы сегодня разберем аккадский политеизм, аккадскую мифологию, то есть Асенат Мейсон написала какую-то книгу, она называется «Примар Тиамат», и в этом премаре она инверсивно рассматривает эпос «Ануме Эльишнам». Она говорит о том, что… Посмотрите, как все на самом деле устроено. На самом деле все устроено так. Тиамат – это первоначальная богиня, только она могла творить. Следующее поколение богов, заблунтовавшееся, как предводительство Мордука, оно не имеет возможности творения, поэтому мир создан из осколков Тиамат. Человек создан из крови Кингу, предводителю воинства Тиамата, поэтому человек должен пробудить в себе кровь Кингу и воссоединиться с Тиамат, чтобы обрести божественность. Ну и последнее художественное, быстро, потому что время исходит на исходе, это мифология Лавкрафта. То есть они активно используют свои практики мифологии Лавкрафта, и в общем-то не как это объясняют. Опять же из статок. Мифология Лавкрафта основана на весьма широкой литературной традиции и различных аспектах магии Лавкрафта. Это относится к выбранной, опубликованной версии «Мекономикона». Ну, в общем, там долгая стата. Суть в том, что, на самом деле, не важно, писал ли Лавкрафт правду или придумал все это. Главное – работать с этим, своим творчеством, в творчественном порыве достигать практических результатов. Таким образом, ну, что мы имеем? Мы имеем в тарканьянской традиции вольное отношение к мифологии, вольное отношение к эзотерике и характерную для магии постмодернизма «Игру с символом». Всё, спасибо. Можно ли сказать в свете коллеги, что дарканьянство в какой-то степени относится к миогерметизму? Ну, Томас Карлсон… Тут ещё одна оговорка. Томас Карлсон – это не только замечательный автор песен для группы «Сериум» и автор множества публикаций, он ещё и религиорет. Он почему использует все вот эти вот… так вольно обращается с разными постами. Он просто всё это знает. Он прекрасно знает и герметизм, и традиционализм, и теософию, и вообще литературное и религиозное наследие предыдущих цивилизаций. Так что, да, там есть элементы герметизма. Можно в каком-то, ну, наверное, прям к совсем нео-нео герметизму отнести. Ну, это условно очень условно. Опять же, можно ли сказать, что Карлсон рассматривает Люцифера как своего родного Трикстера? Именно в даканьянской традиции? Ну, возможно. То есть, на самом деле, это, ну, несомненно, Трикстер, потому что он, с одной стороны, даёт нам путь к развитию божественных сил, а с другой стороны, он отсекает слабых путём обмана, предательств. То есть, если человек слабый и не выдержит вот этих испытаний огнём, то это его проблемы, да? Только достойные дойдут до конца. В чем, собственно, заключается драконианская магия? Драконианская магия – это ритуальная магия упрощённая. То есть, если под ритуальной магией, например, в «Ахиме Золотой Задим» какие-то сложные, запутанные ритуалы, да? Театральные действия, можно сказать. То есть, здесь всё просто. Тут, я так понимаю, чертится какая-то из игилла, произносится нужное заклинание, пускается кровь, как правило, своё собственное, потому что кровь кингу. Это, с одной стороны, то, что касается именно операциональной магии. И, также, это медитация. Медитация, разные меры докождения изменённого состояния сознания, достижение, ну, такого гнозиса, можно сказать, даже. Но метод гнозиса в традиционном понимании, по-такому, в основном. То есть, суть ритуалов, она, опять же, в достижении какого-то состояния? Да, достижение. Это внутренняя алфимия, суть которой, это тема божественности. Да. То есть, направлено не на внешние какие-то объекты, а на... Да. Ну, вот, если рассматривать драконьянскую магию, как путь саморазвития, то, да, это, практически, направленный вовнутрь. Но в драконьянской магии есть целый корпус гоэтический, общение с разными духами, приказы духов, духом, которые могут что-то сделать человеку, ну, например, подарить его богатствами, там, какие-то бытовые вещи. Поэтому здесь такое разделение. Ну, то есть, здесь и то, и другое. И то, и другое, да. Потому что это очень синкретичная вещь, и, на самом деле, очень много всего этого. Хорошо. Извините, это в основном индивидуальные обряды, или есть какие-то... Есть... Понял ваш вопрос. Есть крупный монотический орден, Драгон Рош в Красном Драконе, созданный как в основном Симфороцино. Туда можно вступить, можно вступить туда даже онлайн, как я понимаю, найдя сайт на писал, да? Вот я качу. Есть и индивидуальные учебные пособия. То есть, можно развиваться как индивидуально, так и в группе единомышленников. Ну, не знаю. Извините, а Карлсон, зачем нужен такой эксперимент? Сложно сказать. Возможно, эксперимент. Возможно, это действительно соответствует каким-то его мировоззренческим представлениям об устройстве мира. То есть, на самом деле, как индивидуальная традиция, она ничего нового, если вот так только о серпичном разобрать, не говорит. Но она очень умело использует все пласты мифологических образов, там, религиозных образов, которые накопились за 4 тысячи лет. Сложно сказать. Можно вопрос такой? Могу дожду. Игорь, скажите, пожалуйста, ремифологизация. Какое Вы определение дали? И нет ли здесь каких-то различий в разных... Я... И Вы говорили в начале, да? Да. Говорил в начале ремифологизации. Вот сочетал его с произведом по понятию дословным. Вообще, по ремифологизации, я понимаю, возрождение мифологических образов в секулярной среде. То есть, которые уже оторваны от этого. Дело в том, что мифологические образы, они же тоже привязаны к какой-то конкретной традиции. И они довольно древние, да? Насколько как они... Люцифер это одно, да? Там еще будут тямы, да? Да, да. Я выделил три... Да, но... Это все хорошо. Но когда дело доходит до Лавкрафта, тут уже возникает какая-то странность, да? Потому что это наш, практически современный. Это наш современный. Здесь тоже ремифологизация происходит? Конечно. То есть происходит тут ремифологизация какая-то? Почему? Да, объясню, почему именно ремифологизация? Потому что, во-первых, с нашей точки зрения это все игры, как я уже говорил, с точки зрения исследователя академического. Но с точки зрения последователя траконианской традиции, как я себя понимаю, как он должен представлять, он, наверное, считает, что вот эти Лавкрафтианские мифы имеют под собой какую-то реальную основу. То есть, они каким-то аллегорическим языком рассказывают о тех вещах и о тех сущностях, которые на самом деле существуют. Неужели вы думаете, что Лавкрафт придумал? Да нет, они же ему явились, Василий. И вообще, Лавкрафт... То есть, это оригинальная мифология, Да, это оригинальная мифология, которая использована, художественная мифология, которые нашли вот такое практическое применение в некоторых художественных художественных Вот, да. А как Вы думаете, о какой-то феномене создание какой-то редомифологизированной мифологии, заново и так далее, почему, откуда, с очевидностью подтверждения, что она может куда-то вести, но они такие, как бы, достаточно странные. Но между тем, движение есть, значит, они отдыхают. Ну, да. Это лично мое мнение, по моему мнению такого рода направления исторические мысли возникают, ну, потому что они соответствуют потребностям нашего времени. Они соответствуют постмодернистскому дискурсу, постоянным символическим языковым играм, соответствуют тенденциям сиполяризации, когда уже ни к чему серьезно не относишься и не чувствуешь себя глубоко внутри, ему поэтому можешь брать отовсюду и извне, как бы, да. Ну, соответствует потребности человека обрести утерянный смысл оправдания бытья на этом. То есть, сказанного не вытекает, что в нем есть смысл. Ну, собственно, вытекает, что в нем есть какие-то действия и какое-то мифологическое описание реальности. Соответственно, вопрос, как бы, откуда возникает необходимость в мифологическом описании реальности, даже пусть и ученицы в этом. Ну, вот у Томаса Харласа возникла такая внутренняя потребность, он у него существует. Тут, наверное, вопрос психолог. На самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле, нет, вот, если серьезно, ну, всех нас привлекает зло, тем более зло умное, зло харизматичное. вот здесь мы имеем прецедент с заигрыванием с архетипами изла. То есть, этого не было, этого не было ни в эпоху гуманизма, ни в предыдущей эпохе феодальной религиозности, да. Потребность в этом и есть. Потому что, как сказал Менчий, Бог мертв. Пора искать новые константы. Насколько это серьезно? Серьезное заигрывание или просто так? Я думаю, что по-разному. Я думаю, что очень по-разному. И зависит от конкретного человека. То есть, насколько серьезно он. Я уверен, что есть люди, которые на абсолютно серьезных основаниях занимаются и верят в то, чем занимаются. Собственно, как и в любом нормальном религиозном или эзотерическом. А не похоже, так сказать, на реинтерпретацию крови? Заигрывание со сборочкой? Да, да. Но, сомненно, есть усиливление на крови. Потому что саму хипотическую Камбеллу саму эту концепцию развивал Кеннад Грант. А Кеннад Грант после послевоенный год, какое-то недолгое военное, вторая мировая война, какое-то недолгое время был секретарем уайзера крови и считался лучшим. Так что, да, там преемственность есть на самом деле. сексуальной практике кровли. 34, да, то есть я на самом деле упростил, я сказал, ритуалы с использованием крови, но там не только приходит использовать все жидкости, содержащие сильный жизненный энергетик. Спасибо. Спасибо.